Девушки отдыхают Дальше. Дальше все чаще я сама и круг моих друзей, моих сверстников, если так принято говорить, то есть людей моего поколения, моего возраста, задумываются над тем, что стоило бы начать свое дело. Мы об этом много говорим, правда, когда собираемся вместе. Мы не говорим о том, где взять деньги. Мы не говорим о том, как мы будем платить эти ужасные налоги. Мы не говорим о том, что невозможно справиться с той бухгалтерской отчетностью, которая существует в Украине. Но мы думаем о том, что это очень ответственная вещь. Бизнес, собственный бизнес, предпринимательство. Именно это до сих пор останавливало меня начать собственный бизнес. В моей творческой голове идей достаточно. И понимание бизнес-процессов благодаря работе, я давно работаю в бизнес-журналистике, тоже достаточно. Но ответственность — это то, что пока останавливает. Ответственность за свои действия, ответственность за свои решения, за каждый свой шаг, за тех людей, которых мы наймем на работу, или вы наймете на работу, за тех результаты, которые покажет ваш собственный бизнес. Мы готовили специальный выпуск, посвященный предпринимателям, с таким призывом «стань бизнесменом». Я знаю, что многие, кто присутствует сегодня в этом зале, читали его и говорили мне, что даже от корки до корки. Это приятно. Мы на правильном пути. Предприниматели в Украине были, есть и будут. Со мной или без меня. Я надеюсь, что их будет только больше. Потому что наш журнал, он за редким исключением на стороне предпринимателя. Когда мы эту тему готовили, мы рассмотрели очень много бизнес-кейсов о разных бизнес-проектах. Успешных, хороших, пусть даже пройденных путем ошибок и падений. И мы отобрали десятку, на наш взгляд, самых лучших примеров. Примеров, которые могут быть полезны тем, кто только начинает свой собственный бизнес. Среди этой десятки есть те, о ком сегодня говорили, люди, делающие социальный бизнес. Например, есть человек, который разработал устройство, он называется нейростимулятор, и еще очень много длинных слов рядом, который позволяет поднимать на ноги лежачих больных. 200 человек в год. И это тоже бизнес. У него приличные обороты. Это компания. И он успешный предприниматель. Такие люди, как он, как правило, неизвестны широкой публике. Эти люди в тени. Деньги в нашей стране, это апеллируя предыдущим спикерам из Индии, например, любят тишину. Но, тем не менее, я считаю, что об этих людях должны знать. Этих людей нужно знакомить с как можно большим количеством других людей. Такой предпринимательский нетворкинг, который будет полезен каждому и ему, опытному предпринимателю, и тем, кто только начинает. И такие люди, как он, это люди-лидеры, люди ответственные, готовые нести ответственность за каждый свой шаг и свое решение. Я желаю вам быть лидерами, быть успешными, ответственными. И еще я вам желаю найти себе компаньонов или одно думте в хорошее украинское слово, назовите это как хотите. Чтобы, как говорил сегодня Андрей утром на самой первой презентации, вам было с кем собраться, обсудить, зажечься идеей и реализовать ее. Может быть, вы найдете этих людей уже сегодня, может быть, даже в этом зале. Спасибо. 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 Спасибо.